Всем привет! Сегодня понедельник и, как всегда, рассказываю вам новости за прошедшую неделю. Много чего интересного было, много чего интересного не было, и даже добавились релизы, не связанные ни с кроссовками, ни с одеждой, но со спортивными брендами. Поэтому бери кофеёк, чаёк, возможно, что-нибудь сладенькое, чтобы сидеть в такой приятной атмосфере и, надеюсь, хорошей картинке, ну и наслаждаться просмотром этого ролика. Давай я не буду долго задерживаться, начинаю рассказывать самые сочные новости. Новые ботинки от Dior на осень 22-го года. High Fashion в последнее время настолько хорошо делает, но настолько страшно узнавать новые цены, по крайней мере, в России, что единственная причина это и останавливает. Напиток какти больше не будут производить. Появились статьи именно с таким заголовком, и, казалось бы, а что, Блайзер или Страйк хуже? Но пишут, что решение принял сам Трэвис Скотт, чтобы сосредоточиться на чём-то более важном. Ронни Файк сделал коллаборацию своего бренда Кит совместно с Монополией. Мне лично нравится эта игра, и мне интересно, как она будет выглядеть внутри в исполнении Ронни Файка. В феврале состоится релиз коллаборации Рио Хачимура и Эйр Джордан восьмёрке. А пока зацените официальные фотографии этой пары. В ближайшие недели дроп Nike Blazer Meat, Cleveland Rocks. Лично я обожаю, когда что-то делают со свушем, здесь поиграли в стиле огонька. Выглядит свежо. Детальный взгляд на новую расцветку с Тусси и Nike Air Force One Mid. Прям рыночек будто порешал. Если честно, я бы не удивился, если бы вовнутрь этого кроссовка засунули какой-нибудь мех. Первый взгляд на пару. Билли Айлиш и Nike Air Force One High. Очень классно. Очень, очень лучше, чем Джордан и One K.O. Хотя бы что-то интересненькое она здесь сделала. До конца года дропнутся Nike SB Dunclaw в расцветке Dark Rasset. Ну а на начало года запланирован релиз коллаборации Size и New Balance 550 модель Cordura Pack. Все расцветки понравились. Вообще все. Кто-нибудь знает изменения цен на New Balance в России? Я просто даже не отслеживал. Bad Bunny и Adidas показали новую расцветку под названием Yellow на паре Forum Buckle Low. Единственное, что на этих фотках освещение плохое и хочется увидеть быстрее официальные фотографии. Все-таки это желто-зеленый, который вышел из тренда? Или это прям все-таки Yellow? Первый взгляд на Adidas Easy Neatraner Stone Carbon. Релиз обещают в феврале и скорее всего он уже будет Worldwide. Рестокнули куртки Easy Gap во всех трех цветах. Это, если я не ошибаюсь, синий, красный, черный. Много шуток то, что они похожи на мусорный мешок, но что-то, если честно, мне не смешно. Возможно, потому что я сам хочу себе ее прикупить. В среднем ее цена в переводе на российские деревянные, никому не нужные, 15 тысяч. Бот и плюс Решипер. Вроде бы интересно, а вроде бы пока сижу еще и думаю. И, возможно, кто-то из вас пропустил релиз NFT от Adidas с некоторыми проектами, такие как, например, Баяк, Боро Тейп Яхт Клаб. Если вы не в курсе, что это такое, то они выпустили коллекцию из 30 тысяч картинок, 20 тысяч ушло на VL. Если вы не понимаете вообще, в принципе, о чем я говорю, VL, минтить, тогда переходите в группу Квазар. У них сейчас открыта форма на попадание в Кук. Лично я там сижу и, честно, я говорю это все от чистого сердца, потому что я зарабатываю на этом гораздо больше, чем на кроссовках. Ну, в принципе, кроссовками я уже перестал заниматься, я думаю, заметно по видосам в четверг. Очень классно, никаких токсичных людей, все по фактам, все быстро. И первый взнос, там, за первый месяц вы отобьете с первого же дропа, если все получится как надо. Поэтому залетайте, пробуйте. На следующий год запланирован релиз Union Nike Cortez. Немножечко изнасиловали силуэт, но, в принципе, достаточно сносно. Но я больше, чем уверен, то, что популярностью это пользоваться не будет. Ну, не знаю. Есть фоточки и на ногах, но все настолько спорно, что круто, хоть что-то делают с Cortez'ами, но недостаточно интересно. Зацените новые MXF Reboot Low от Adidas. Скрестили что-то спортивное с чем-то классическим. В принципе, неплохо. Выглядит прям как люкс. Люкс пара. Ну и сегодня утром состоялся релиз Easy 700 MNVN в расцветке Metallic. Я думаю, то, что они до сих пор лежат на сайте. Если слайды долго висели, то что уж говорить про 700 MNVN. Ну, серьезно. Ну и 22 числа, кстати, Easy Boost 350 V2 MX Rock. Тоже классная пара, но ритейл у нее уже 22 тысячи. Что? 22 тысячи за Изи это через чур. Серьезно. Ну и первый взгляд на Easy Boost 350 V2 в расцветке Cotton White. Те же самые Creme White, только теперь у вас есть немножечко темнее полоса Supply на этих Изиках. Ну и надеюсь, сток будет не миллиард. Хотя у Кани, может, деньги кончаются. Фотографии Union Air Jordan 2. Ротан на ногах. Очень классная пара. Ну и 30 декабря релиз Air Jordan 1. One High OG Patent Bread. Должны быть уже, как бы. Я вот жду. И еще больше жду роликов, как люди какие-то с руками из нужного места будут снимать этот верхний слой лака. Чтобы получались обычные бреды. Не в лаковый, где лак просто будет скамкиваться, трескаться. А что-то более-менее приемлемое. Детальный взгляд на Easy Boost 350 V2 в расцветке Dazzling Blue. И все еще выглядит, как будто это небольшая шутка. Или реклама Пальшопа в Инстаграме. Не знаю, как-то не укладывается у меня в голове. Хотя, возможно, возможно, я бы себе взял. Мне нравятся вот эти вот старые расцветки. Полностью черные с полосой Supply. Неплохо, но очень странно. Ну и зацените прикид Йети из коллаборации Кервина Фроста и Adidas. Он продолжает выпускать что-то нереальное, невозможное. И я бы померил, насколько это тепло и насколько это мягко меня очень сильно интересует. Так выглядит макет предстоящей коллаборации Ама Манье и Air Jordan 2. Релиз запланирован вроде как на 29 апреля. Ну а это получается все. Все релизы прошлой недели самое интересное отобрал, почитал комментарии, что думают люди и всегда почему-то это неоднозначно. В основном говорят, что начали делать какую-то хрень. Но я только в шоке сцен. Типа 350 за 24 тысячи, пусть хоть и рефлективные, а уже обычные 350 стоят там под 21. Получается, что холд карбонов мог оправдать себя, потому что их еще покупали за 17 тысяч. Цены растут дико. Поэтому подписывайтесь на Квазар, чтобы знать, как заработать, потому что NFT сейчас рулят. Ну а это было все. Спасибо тебе за просмотр. Пока. Продолжение следует...